Дорогие друзья, Витязево затонул корабль. Но не пугайтесь, это произошло уже очень давно, сейчас это достопримечательность. Итак, Одесский горсовет «Сохый груз», принимавший активное участие в Великой Отечественной войне в качестве грузового судна. Об истории Одесского горсовета известно очень мало. В основном все сведения были получены дайверами, которые часто посещают остров судна от местных жителей. В частности, известное дайверами современное название судна произошло от надписи на одном из его спасательных кругов. Если верить воспоминаниям очевидцев трагедии, то судно называлось «Горсовет» – порт приписки Одесса. По одному из наиболее популярных описаний судьбы сухогруза Одесский горсовет был построен в начале 1930-х годов и являлся обычным рядовым судном. С началом Великой Отечественной войны небольшие погрузоподъемности своей линейным размером плосредства представлялись в грузовые корабли, которые отводились в роль снабженцев фронта и тыла. Экипажу Одесский горсовет предстал выполнить не менее ответственное задание, которое заключалось в перевозке мешков муки голодающим жителям Анапы. Неизвестно, сколько успешных рейсов удалось сделать команде этого сравнительно небольшого рабочего судна. Неизвестны и многие другие подробности, например, дата и время гибели. Историки ограничиваются о формулировке зима 1941-1942 годов. Причина затопления существует две основные версии – авианалет и торпедная атака. Часть экипажа судна после повреждения его врагом пересидела непогоду на борту, а часть поплыла к берегу на шлюпках и подручных средствах. При этом многие из них утонули в бурном прибое. Со слов старожилов о поселке Витязева, тело моряков были захоронены в братской могиле на пляже, поверх которой из камней была возведнута пирамида. На ней был закреплен спасательный круг судна. Сохранилась ли эта могила – неизвестно. Но, по крайней мере, я не видел. Могу рассказать лично от себя, что в детстве мы на это судно плавали за мигьями. Вообще очень легко, потому что пляжи были шире. Оно находилось прямо за второй мелью. И это было прям очень близко. Сейчас же судно около 300 метров от берега находится. Но я 5 лет назад еще с GoPro 5 плавал к нему. И я вам предлагаю в конце посмотреть видео моего путешествия к судну. Современное состояние. В настоящее время Одесский Горсовет лежит на глубине 5-6 метров, в 290 метрах от береговой линии поселка Витязева. Наряльщики могут увидеть сохранившиеся на судне машины, отделения и трюм, якорь, механизм тросовой лебедки, грузовую палубу, трехполосный винт и внушительное перо руля. Поверхность сухоруза покрыта водорослями и раковинами миди. Сохранились внутренние помещения носового пола. Палубка, умывальная комната, кафельный пол коридора, умывальники и некоторые двери. Полностью отсутствует надстройка судна. Ее элементы лежат по правому борту в районе носовых трюмов. Корпус судна сильно поврежден с обоих бортов, видимо, взрывом торпеды. Часть корпуса и настройка обкутаны рыбацкими сетями. Само местонахождение сухоруза отмечено небольшим буем. Расстояние до поверхности воды от высшей точки корабля составляет на 8 метров. Вот на нашей съемке вы видите, что судно уже торчит даже из воды. Теперь вернемся к видео пятилетней давности. Так, всем привет-привет. Сегодня приглашаю вас покупаться. Нахожусь возле затопленного корабля. Здесь рядышком дайвинг. Попробую до него доплыть. Получится нет. Походу, как водичка будет прозрачнее. С утра была просто офигенная. А сейчас неизвестно, что там и как. Очень приятного просмотра. Надеюсь, GoPro будет работать. Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Субтитры DimaTorzok 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 DimaTorzok